Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобовка, Липовое, Среднее, Зеленая Долина и Закоблуховка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное и Равнополь. Подразделения Народной Милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя, взят под контроль жилой квартал Старый Крым. Подразделения российских вооруженных сил в ходе наступательных действий взяли под контроль населенные пункты Приютная, Старомлыновка, Октябрьская и Новомайская. Продвижение вперед составило 11 километров. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Вечером 5 марта нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры Вооруженной силы Украины. В том числе 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригадой, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиоакционных поста. Утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины в населенном пункте Староконстантиновый. За прошедшие сутки истребительной авиацией и противовоздушной обороной ВКС России сбито 4 самолета Су-27 и 1 МиГ-29 в районе города Житомир. Су-27 и Су-25 в районе Родомышля и 1 Су-25 в районе Нежина. Два вертолета Ми-8 в районе Киева. Шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе Барактар ТБ-2. Бомбардировочной и штурмововой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса БУК-М-1 и три радиоакционные станции Вооруженных сил Украины. Ракетными войсками уничтожен зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300. Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 76 пунктов управления и узлов связи Украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, БУК-М-1 и ОСА, а также 71 радиоакционная станция. Уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппаратов. Субтитры создавал DimaTorzok